здравствуйте дорогие друзья вот пришел февраль месяц и пришло время высаживать наши орешки которые уже стратифицировались около трех месяцев некоторые начали проклевываться вот у нас пока нету теплицы у нас такой вот подвал с импровизированным светилом этого для саженцев хватает вот мы тут посадили медвежий орех вот у нас на прорастание что прорастет буду саживать в отдельные горшочки боярышник раз не посадил без стратификации тоже вот дуб болотный липа мелколистная ты тоже на слипке кедровый сланник уже вот прорастает вот на 4 лоточка его дубочки монгольские вот там вот каштан горочный дуб красный абрикос маньчжурский гинкобилоба дуб каштанолистный азимина фисташка миндаль каштан конский кари овальная вот так вот потихоньку готовимся к сезону готовим для вас саженцы чтобы удобно было ориентироваться в этом году котелька пугливая вещь да всего пятый день занимаемся посадками пятый день отживаем этот подвал каждый день садим примерно по 3-4 вида растений для эксперимента и для саженцев плюс хотим сделать лесосад у нас в горах уральских недалеко от деревни сикия астамар нашли там полянку хорошую чуть выше деревни около пяти гектар вот хотим выкупить либо аренду снять сначала не знаю и начать высаживать лесосад в общем в планах на следующее лето переехать из города на совсем деревне также у нас еще растет кешь и авокадо это я привозил из Индии семена посадили для эксперимента для домашней селекции для домашнего выращивания города это зима 2020 года у нас еще очень теплая самый максимум самый минус наверно был минус 22 градуса ночью в одну ночь а так всегда минус пять ноль минус семь небольшой минус так что если сейчас зима будет в таком роде то можно будет смело уже высаживать растения которые не привычны для урала в том числе буду пробовать в этом году высаживать половню волочную здесь у нас на урале буду пробовать высаживать катальку прекрасную временевидную катальку сейчас приступлю к посадке дубочков вот сам семенной материал вот такие вот желудочки вот такие вот плохо видно да дуб пробковый и дуб пушистый сейчас мне надо сначала смочить землю которая только что насыпал потому что в сухую землю никто ничего не садит это мы смачиваем сначала смачиваю перед посадкой а потом поливаю еще после того как посадил семечку очень удобная вот такая вот водя с водой в землю сажаем хорошую в чернозем желательно перемешать этот чернозем еще с перелитом с вермикулитом где-то конечно старые корни там остаются каких-то саженцев либо еще от чего-либо от ну из леса если берете землю тоже могут оставаться ничего страшного так все начнем садить сначала дуб пушистый посажу сюда каждый желудочек буквально на сантиметр на два даже можно чтоб половина желудочка вообще чтоб может что торчало главное не забывайте по такими лампами очень быстро высыхает все и увлажнять нужно буквально каждый день желудки садим бочком а то в прошлом году когда у меня совсем еще не было опыта посадки дубов посадки львудей я посадил их вверх желтками и в итоге у них корни вылезли прямо на рву но я вовремя их конечно перевернул все нормально но парк в том что абсурд может быть дуб пушистый посадили теперь будем садить дуб пробковый я выделю два ящика 50 желудей видно не видно вот такие вот крупные прямо желудки вот пипки хорошие уже прямо с проклюнувшими пипками пипки сейчас будем садить каждый желудочек на бочок аккуратно так и второй пипки тоже 24 вершечка 40 вот дорогие друзья прошло уже полторы недели и то что мы садили кое-что начало сходить вот смотрите например кедровый стланник уже орешки были проклюнувшиеся и сейчас через полторы недели они уже уже распустились тут у нас конский каштан тоже вот такой уже красавчик очень быстро взялся вот тут у нас миндаль морозостойкий вот такой уже красавчик тут вылазил что у нас еще вылезло все у нас вылез абрикос абрикос маньчжурский самый морозостойкий сорт абрикоса который только бывает вот еще чекалкин орех чуть-чуть начал вылазить у нас совсем малышочек еще вот они вот это так что еще хотел показать еще показал нам начали делать новые пакеты вот такие вот по сравнению с предыдущими они чуть выше и чуть уже сейчас покажу почему мне нужны такие пакеты отправлять саженцы в другие города я буду с деком из каждой саженец будет упакован вот такую вот тубу это будет делается вот так вот саженец получается в этой штуке будет у меня расти это все опускается вот сюда саженец тут фиксируется тут закрываю все и так он отправляется в целости и сохранности доходит до вас вот прослую еще несколько дней около наверное 8 дней саженцы в каждом в ящике свой сорт свой вид орехов не только орехов лиственные то тут хвойные здесь я рассадил павловни здесь у меня катальпа прекрасная это дуб белый со вседобными желудями вот тут у нас комнатка побольше тут у нас уже вот столкнутый каштан у нас первый вылез за ним миндаль кедровый сланик абрикосики в общем то все потихонечку у нас вырастает сегодня у нас 21 февраля так что все впереди вот такие у нас уже большие чересчатые дубы и скоро будем рассаживать каждый свой горшочек вот уже под ним подготовили вот у нас большой авокадо растет и два кеши с ним рядом это я с Индии привозил кеши авокадо тут покупной ну и так для дома мы разводим вот чекалки наверное это система для полива у нас вот сегодня пересадил катальпу ей уже наверное около месяца выжило в село у меня 12 штук буду еще досеивать вот эти вот 12 оставшихся горшочков вот пока такая надеюсь все оставшиеся выживет вот так все у нас потихонечку растет все потихонечку проклевывается заходите к нам на сайт у нас появился англоязычный сайт там уже цены все с доставкой указаны также у нас работает русскоязычный сайт там вы можете заказать и саженцы и семена вот правда оплату принимаю за саженцы с апреля доставка саженцев начнется с мая и продлится до ноября так как все саженцы я буду высылать закрытой корневой системой садить их можно все лето получается даже весну и осень приживаемость отличная потому что не повреждается корневой ком ну все в принципе заходите к нам на сайт заказывайте смотрите пишите сообщения подписывайтесь на наш канал на нашу группу вконтакте фейсбуке всего доброго вконтакте а что вы что вы Субтитры подогнал «Симон»